Антон Павлович Чехов. Злоумышленник. Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрединной рубахе и латаных портах. Его обросшие волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза едва видны из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных, путанных волос, что придают ему еще большую паучью суровость. Он босс. Денис Григорьев, начинает следователь, подойди поближе, отвечай на мои вопросы. 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии на 141 версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С каковой гайкой он и задержал тебя. Так ли это было? Чего? Так ли все это было, как объясняет Акинфов? Знамо, было. Хорошо. Ну, а для чего ты отвинчивал гайку? Чего? Ты это свое чего брось, а отвечай на вопрос, для чего ты отвинчивал гайку? Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, хрипит Денис, скосясь на потолок. Для чего ж тебе понадобилась эта гайка? Гайка-то? Мы из гайк грузила делаем. Кто это? Мы. Мы народ. Кримские мужики, то есть. Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать. Отродясь не врал, а тут вру, бормочет Денис, мигая глазами. Да не, что ваше благородие можно без грузила. Ежели ты живца или выпуска на крючок сажаешь, то ничто он пойдет ко дну без грузила, а вру, усмехается Денис. Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет. Окунь, щука на лимза всегда на донну идет, а который, ежели поверху плавает, то ту разве только шилшпер схватит, да и то редко. В нашей реке не живет шилшпер, эта рыба простор любит. Для чего ты мне, прошили, шпера рассказываешь? Чего? Да ведь вы сами спрашиваете. У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан. Так ты говори, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузила? А то что же? Не в бабки же играть. Но для грузила-то мог взять свинец, пулю, гвоздик какой-нибудь. Свинец на дороге не найдешь, купить надо. А гвоздик не годится, лучше гайки не найти. И тяжелая, и дыра есть. Дураком каким прикидывается, точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди, сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов. А людей бы убило. Ты людей убил бы. Избави, господи, ваше благородие. Зачем убивать? Ничто мы не крещённые или злодеи какие. Сладьте, господи, господин хороший, век свой прожили. И не токмо, что убивать, но и мыслей таки в голове не было. Спаси, помилуй, царица небесная. Что вы-с? А отчего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение. Денис усмехается, недоверчиво щурит наследователя глаза. Ну, уж сколько лет все деревни гайки отвинчиваем. И хранил господь, а тут крушение. А людей убил. Ежели б я рельсу унес или положим бревно поперек ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, своротила бы поезд. А то, тьфу, гайка. Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам. Это мы понимаем. А мы ведь не все отвинчиваем. Оставляем. Не без ума делаем. Понимаем. Денис зевает и крестит рот. В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, говорит следователь. Теперь понятно, почему. Чего извольте? Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов. Я понимаю. На то вы и образованы, чтоб понимать, милостивцы наши. Господь знал, кому понятия давал. Вы его-то рассудили, как и что. А сто ж тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворт и тащит. Ты рассуди, а потом и тащи. Сказано, мужик мужицкий и ум. Запишите также ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил. И в груди. Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку. Эту в каком месте ты отвинтил? И когда? Эту про ту гайку, что под красным сундучком, лежала. Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил? Я ее не отвинчивал. Ее мне Игнашка, Семена Кривого, сын дал. Это я про ту, что под сундучком. А ту, что на дворе, в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили. С каким Митрофаном? С Митрофаном Петровым. Ничто не слыхали? Неводу у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод почитай штук десять. Послушай. 1081 статья «Уложение о наказании» говорит, что за всякое сумыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующей по всей дороге транспорт, и виновный знал, что последствием всего должно быть несчастье, понимаешь? Знал. А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание. Он приговаривается к ссылке в каторжной работе. Конечно, вы лучше знаете. Мы люди темные. Не, что мы понимаем. Все ты понимаешь. Это ты врешь. Прикидываешься. Зачем врать? Спросить на деревне, коль не верите. Без грузила только уклейку ловят. А на что хуже пескаря? Да и тот не пойдет тебе без грузила. Ты еще про шилшпера расскажи, улыбается следователь. Шилешпер у нас не водится. Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку. Идет гулавль, да и то редко. Ну, молчи. Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет. Мне идти идь? Спрашивает Денис после некоторого молчания. Нет, я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму. Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника. То есть как же в тюрьму, ваше благородие? Мне некогда. Мне надо на ярмарку. С Егор ты рубля за сало получить. Молчи, не мешай. В тюрьму. Был бы за что, пошел бы, а то так здорово живешь. За что? Я не крал, кажется, и не дрался. А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старости. Вы, господина непременного члена, спросите. Креста на нем нет, на старости-то. Молчи. Я и так молчу, бормочет Денис. А что старство набрехал в учете, это я хоть под присягой. Нас три брата. Кузьма Григорьев, стал быть. Егор Григорьев. И я, Денис Григорьев. Ты мне мешаешь. Эй, Семен, кричит следователь, увезти его. Нас три брата, бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. Брат за брата не ответчик. Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай. Суди. Помер покойник, барин-генерал, царство небесное. А то показал бы он вам, судим. Надо судить умеече, не зря. Хоть и высеки, но чтоб за дело. По совести.